В эфире новости Дагестан, в студии Зухралиева. Здравствуйте! Вначале коротко о главном. Большой заработок ценой собственной свободы. В Дагестане возбуждено уголовное дело о хищении около 30 миллионов рублей при реконструкции дороги. Не пристегнулся? Плати. Нет автокресла? Плати еще больше. Свыше 2000 водителей в Дагестане оштрафованы за нарушения, и это всего за сутки. В центре внимания белые и пушистые. В Дагестане активно готовятся к масштабной выставке племенных овец и коз. А о том, как сохранить семейные ценности, говорили на Всероссийской научно-образовательной конференции. В Дагестане возбуждено уголовное дело о хищении около 30 миллионов рублей при реконструкции дороги. Речь идет об объекте Начада-Жажада в Тлеротинском районе, который ремонтировали в 2015 году. Обвиняемым проходит гендиректор строительной компании. Согласно материалам, он заключил договор субподряда с другой организацией на выполнение указанных в контракте работ за 20 миллионов рублей. Однако выплатил субподрядчику лишь 4 миллиона. Остальные деньги похитил вместе с соучастниками. Свыше 2000 водителей в Дагестане оштрафованы за непристегнутые ремни. И это лишь за сутки. Об этом сообщает республиканская ГИБДД. Отмечается, что в числе нарушений была неправильная перевозка детей. Почти у 100 водителей отсутствовало автокресло. Согласно законодательству, штраф за непристегнутый ремень составляет 1000 рублей. За перевозку детей не по правилам – 3000. И к другим темам. Россельхознадзор по Дагестану проконтролировал вывоз более 30 тысяч голов животных. С начала года республика экспортировала около 900 тонн мелкого и крупнорогатого скота. Главными импортерами стали Ливан и Азербайджан. Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Ее качество подтверждено результатами лабораторных исследований. Тем временем в Дагестане активными темпами готовятся к всероссийской выставке племенных обез и коз. Масштабное мероприятие будет проходить с 23 по 25 мая на Анжарине в Каспийске. Сейчас здесь с полным ходом идут подготовительные работы. На праздники животноводов соберутся представители 66 племенных хозяйств из 13 регионов страны. Будут представлены 33 разные породы овец и внутрепородных типов. Очень интересно будет поголовье. Кроме того, на выставку будут представлены экзотические, несвойственные для Дагестана вид животных. Это верблюды. Будут представлены наша ахалтыкинская порода лошадей. Самая красивая из всех пород лошадей. Будут представлены буйволы дагестанские, кавказские породы. Для гостей и участников подготовлена обширная культурная программа. Отдельные площадки организаторы отведут для деловых переговоров, где специалисты отрасли смогут поделиться накопленным опытом и обмениваться знаниями. Вход на выставку свободный. Посетить ее может каждый желающий. Сохранение традиционных семейных ценностей в условиях глобализации. Религиозный взгляд. Всероссийская научно-образовательная конференция под таким названием прошла в Махачкале. Проводится она в рамках Года семьи. Участие в ней приняли известные государственные и общественные деятели, представители научной интеллигенции и богословы со всей России. Все подробности в сюжете Тамары Саметовой. Семья – это основа общества. Место, где формируются человеческие ценности и нравственные устои. Какова роль религии в сохранении этого института общества, говорили на конференции. Такого рода мероприятия в свете, последние события, которые в мире протекают, я считаю очень важным, потому что устои семьи, устои общества – это ячейка, семья. И как общество сумеет сохранить эту ячейку, то тогда, можно сказать, все вопросы будут решены. Поэтому это актуально. Она актуальность не теряет, потому что впервые год семьи был объявлен в 2008 году. И по сечении этого времени мы обратно вернулись. И в этом году наш президент объявил годом семьи. Здесь собрались более 60 человек из разных регионов нашей страны. Александра Живелева приехала в Дагестан из Санкт-Петербурга для участия в конференции. Говорит, тема института семьи является сейчас особенно актуальной. По мнению экспертов, в настоящее время в этом направлении существует множество проблем, требующих решения. Я думаю, что в нашей стране все равно все еще есть какие-то проблемы, которые стоит решать, и которые, главное, надо обсуждать. Работа на нашей секции, в секции, где я участвовала, на других я, к сожалению, не была. Прошла очень успешно и очень плодотворно. У нас получился такой теплый круглый стол. Все участники, я думаю, получили, надеюсь, получили удовольствие. Участники также обсуждали важность традиционных ценностей. Для граждан России они должны иметь первостепенное значение, считают эксперты. Если мы вспомним историю царской России, если мы вспомним историю Советского Союза, то всегда на первом месте наши человеческие ценности, особенно семейные ценности, стояли. Любить свою семью, любить свою культуру, любить свои традиции. Это говорит о том, что каждый является и патриотом, и в то же самое время является членом общества, которые в первую очередь поддерживают тот вектор развития, который выбран президентом Российской Федерации. Отметим, что организаторами Всероссийской конференции выступил Дагестанский гуманитарный институт при содействии регионального министерства по национальной политике и делам религии, муфтеатр республики и фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Хасавюрте подведены итоги турнира по мини-футболу Кубок чемпионов СКФО. Побороться за почетный трофей приехали 32 сильнейшие команды Северного Кавказа. По итогам сыгранных матчей в финал пробились клубы «Фермер Каспийский» и «Хадум» из Хасавюрта, где волевую победу одержали первые. Третье место между собой разделили команды «Умара Тар», «Хасавюрт» и «ГУМС» Чеченская Республика. Призовой фонд турнира составил 100 тысяч рублей. Половина этой суммы досталась чемпионам. Также все призеры получили медали и другие премии. Отдельно отмечены ведущие футболисты в пяти индивидуальных номинациях. Лучшим игроком организаторы признали голкипера «Фермера» Раджаба Магомедова. Финал выдался просто действительно финальным. 2-0 выиграла одна команда в течение двух минут забиты три мяча в их ворота и камбэк. Просто все шикарно. Я очень надеюсь, что в дальнейшем проведем и в городе Дербент подобного формата турниры. Хотелось бы выразить благодарность и команде «Фермер», и команде «Хадум», и всем тем, кто участвовал в нашем турнире, команде «Гости», все те, кто проиграли, вылетели. Они большие молодцы, они приехали, поучаствовали. И для нас получилось футбольный, по-настоящему футбольный праздник подрыли для болельщиков. Спасибо всем большое. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.